Приветствую уважаемые Эндрю Браун, путь режиссера, и сегодня тема ролика Зачем вам нужна Sony A7 III, S и Canon R5? Или возможные вариации, которые будут выходить с поддержкой 8К, 120 кадров в секунду, 12К и так далее Это все еще в будущем, это уже в принципе не за горами Но суть, основная суть того, что я хотел донести еще в прошлом видео по поводу Canon R5 Многие не поняли, и сегодня опять же хочется дополнить более практическими аспектами Я не буду говорить и уходить в какие-то отрицания, мол типа не нужна камера вам, не какая там новая, старая, не важно Просто мы посмотрим, что можно сделать вот в этом вот помещении, не совсем красивом и не совсем удобное расположение всех объектов здесь Вы посмотрите, как изначально это могло бы выглядеть, если бы я записывал это на ту же камеру с тем же объективом С той же диафрагмой, с тем же ISO и так далее Все, что касается настройки самой камеры И посмотрим вот до чего это все можно довести Опять же, с этим же сетапом Используя минимальное количество оборудования по свету Максимально бюджетные варианты и так далее Вот то, что касается изображений непосредственно Вы ведь любите обсуждать изображения И у кого сколько бит, у кого сколько там 4К и так далее Какой свет вот здесь на мне, насколько он хороший, плохой и так далее Много экспертов, давайте будем смотреть Итак, у нас есть там Canon R5, Sony A7 III S и прочие варианты дорогостоящей техники Для кого это нужно? Для профессионалов, для тех, кто зарабатывает на этом деньги, безусловно И те, кто хотят обновиться, у них, допустим, есть парк оптики Sony и A7 III Это будет неплохо, так же как и Canon Но в данном случае, если вы не будете прокачивать свои знания по поводу света И то, что происходит здесь И не будете заморачиваться над кадром непосредственно внутри А не снаружи то, что может камера выставить по настройкам То будет то A7 III или будет то Red или Aria Alexa И Canon R5 абсолютно не будет никакой разницы Какой смысл? Смысл основной тот, что заморачиваясь внутри кадра Непосредственно на съемочной площадке вы получаете то самое изображение Киношным его можно назвать или как угодно Но вы получаете то самое вкусное изображение, которое легко воспринимается Ведь основное это легко дать понять зрителю, что происходит, куда акценты будут идти Естественно, это все, что здесь вы видите, это еще не идеальный вариант И куча можно различных вариантов здесь добавить, поэкспериментировать Но это расширяет несколько бюджетов Варианты освещения, варианты флагов, варианты отражателей и так далее Но основное, вот это маленькое помещение может вот это при той же камере И также оно может показать абсолютно неинтересную картинку Ни по цвету, ни по вообще, ни почему Опять же, здесь же Как еще можно улучшить данное изображение? Допустим, мы возьмем наш шейповый источник и начнем двигать по горизонтали или по вертикали Таким образом, немного будем цеплять нашего зрителя взглядом сильнее То есть, в данном случае, вы будете акцентировать внимание Что-то происходит, что-то движется, при том, что кадр статичный Более усовершенствованная версия этой ситуации у нас предоставлена в Blade Runner Где и камера движется, и свет постоянно подвижен, и все такие вещи Поэтому, в данном случае, этот вариант может подходить вам, если вы записываете что-то статичное И нужно разнообразить ваш кадр Но основное то, что я хотел донести Работайте как режиссер, работайте как оператор-постановщик, художник-постановщик Работайте в кадре Не думайте о том, что у вас там Panasonic у вас, Canon, Sony и так далее Думайте головой, больше думайте об этом Поэтому, такой вот небольшой совет И надеюсь, вам понравилось видеться видео Если нет, также можете написать свои уже нелицеприятные комментарии Но, если все окей, вот такие штуки Обязательно подпишитесь на канал, расскажите друзьям и хороших вам видосов С вами был Эндрю Браун, канал Путь режиссера До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok